Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 13. VCA группы Теперь рассмотрим VCA группы в Reaper Это новая функция, она появилась в пятой версии Reaper Она очень полезна при группировании треков Чтобы лучше показать, как она работает, давайте сравним ее с другими способами группирования треков А это обычные группы треков и папки Давайте вспомним, как группируются треки Создадим трек, поднимем его наверх Выделим его и зайдем в параметры группы Сделаем этот трек мастером А все остальные треки сделаем слейв-треками Теперь, при воспроизведении проекта, фейдер этого трека будет управлять уровнями всех остальных треков Но звук через этот мастер-трек не проходит Этот трек просто управляет всеми этими фейдерами Потому что они сгруппированы Параметры треков меняются все вместе Теперь сравним это с папкой Очистим эту группу Никакой параметр Теперь сделаем этот трек папкой Теперь все эти треки пропущены через этот трек То есть по-прежнему мы можем менять эту громкость Но теперь сигнал со всех этих треков проходит через этот трек-папку И мы можем подключить к ней плагины Уровень сигнала нам показывает вот этот измеритель Но если вот тут мы полностью опустим фейдер Обратите внимание на измерители уровня на этих треках Уровни не меняются Потому что мы не меняем громкости на самих этих треках Мы ее изменили только на треке папки На которую поступают аудиосигналы с выходов вот этих треков Вот поэтому уровни сигналов на этих треках не меняются Но в этом состоит недостаток папок О котором я говорил в уроке, посвященном папкам Создадим посыл Но не внутри папки И давайте пошлем сигнал с трека бочки Бросаем сюда Это постфейдерный посыл Уберем этот трек с мастер-шины Но уровень сигнала мы будем видеть вот здесь на измерителе уровня Если вот тут мы уберем громкость Смотрите, что нам покажет измеритель Даже при полностью убранной громкости сюда все равно поступает сигнал То есть если бы тут у нас стоял реверб или дилей или любой другой эффект возврата То получаемый им с трека бочки сигнал оставался бы прежним И это нарушило бы баланс всей барабанной пачки В этом заключается недостаток папок Теперь давайте удалим папку И вместо этого сделаем данный трек VCA мастером Выделим его Зайдем в параметры группы Только сейчас нажимаем не эту кнопку мастер А выбираем вот тут, VCA мастер Вот так А эти треки сделаем VCA с лейв треками Закроем И теперь смотрите Фейдер, как и раньше, управляет общим сигналом Но обратите внимание на измерители уровня вот здесь Уровень сигнала каждого отдельного трека тоже теперь меняется Сигнал с этих треков не посылается на VCA мастер Вот эта громкость и эта панорама Просто управляют каждым из этих треков Вот почему измерители уровня показывают изменение громкости Теперь проверим наш посыл Вот тут Посмотрите на его измеритель уровня Он тоже опускается Потому что мы управляем каждым из этих треков А значит мы меняем и уровень постфейдерного посыла Уровень посыла отсюда Влияет на уровень возврата вот здесь То есть VCA и группы удобно использовать при создании постфейдерных посылов Но недостатком является то, что сигнал не проходит через этот трек Мы можем управлять уровнем Но вот этот измеритель нам ничего не показывает Потому что никакой сигнал через этот трек не проходит И если мы подключим к нему какой-нибудь эффект Например эквалайзер Выберем Low Pass Он не работает Потому что аудио на данный трек не поступает Громкость и панорама данного трека Управляют громкостями и панорамами каждого из этих треков Это просто способ управления, а не шина или папка Но все равно это очень мощная вещь Например, она полезна для создания подмиксов Давайте на гитарных треках поменяем слейв-параметры Отключим вот это И теперь этот VCA мастер управляет только барабанами То есть теперь мы можем регулировать только барабанный уровень Если при сведении нужно отрегулировать громкость барабанов То это можно сделать с помощью этого трека Сделаем то же самое для гитар Этот трек удалим и создадим другой Поместим его сюда И теперь его сделаем VCA мастером Только это надо сделать во второй группе VCA мастер Выделяем гитары И отмечаем для них VCA slave Во второй группе Теперь вот этот трек управляет нашими гитарами То есть одним фейдером вот этого трека Мы регулируем громкость всех гитар Барабаны здесь А гитары тут Но мы также можем создать VCA трек, который будет управлять всеми треками Создадим еще один фейдер И теперь его сделаем VCA мастером Для этого создадим третью группу И отмечаем тут VCA мастер Затем выделяем все треки, кроме VCA треков Только отдельные барабанные и гитарные треки И сделаем их все VCA slave в третьей группе Теперь отдельные треки проекта являются слейвами в двух разных VCA группах Но при этом они остаются взаимосвязанными и работают вместе Поэтому для регулировки барабанов мы используем этот фейдер Гитары регулируем здесь А всем миксом управляем отсюда То есть треки могут быть VCA slave в нескольких группах одновременно Это очень полезно при сведении Использовать несколько VCA групп, работающих одновременно Например, отдельная VCA группа у вас может быть для всех вокальных треков Для бэк-вокалов другая VCA группа Для гармонии третья Это очень гибкая и мощная система Но у нее есть и свои ограничения Например, управлять можно только громкостью и панорамой Мьют не работает Если мы его нажмем Барабаны продолжают звучать То же самое с гитарами И со всем миксом И это объясняется все той же самой причиной Звук не проходит сквозь VCA мастеры Он по-прежнему идет отсюда В этом случае нужно воспользоваться группой треков Вернемся сюда В первой группе этот трек является VCA мастером Но мы можем добавить и другие параметры Например, мьют и соло С этими треками сделаем то же самое Только в качестве слейв Теперь Этот VCA мастер по-прежнему регулирует уровень барабанов В рамках VCA группы Но мы также можем мютировать барабаны Или солировать их То есть здесь мы используем и VCA группы, и трек группы Но смотрите Параметр громкость в трек группу не входит Не нужно его отмечать Потому что если мы его отметим Здесь в качестве мастера А тут как слейв То теперь перемещая этот фейдер Эти фейдеры будут тоже перемещаться То есть теперь мы снижаем громкость Как в рамках VCA группы Так и в рамках трек группы То есть при опускании этого фейдера на 1 децибел Мы получаем реальное снижение сигнала на 2 децибела А нам это не нужно То есть при создании VCA группы Не нужно здесь отмечать громкость и панораму Давайте добавим мьют и соло к гитарному мастеру И здесь делаем то же самое И то же самое для всех индивидуальных треков Теперь Вот здесь мы можем мутировать барабаны Солировать их здесь же Громкость их мы меняем вот здесь Через VCA группу То же самое можем делать с гитарами Мютировать их Через VCA мастер менять их громкость А всем миксом мы можем управлять отсюда Мютировать Солировать И управлять громкостью Повторюсь, что это очень мощная функция Особенно она хороша при использовании совместно с автоматизацией или огибающими Но мы пока до этого не дошли Вернемся к этому в уроке по автоматизации Просто знайте, что это еще не все, на что способны VCA группы Но пока это все о VCA группах в Риппере Поехали дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok